Приветствую вас! Вы просите помощи у экспертов, говоря о том, что у вас нет сил, значит, как-то менять свою жизнь. Вы говорите, что когда я говорил себе, все, запустим, я начну новую жизнь. Вы знаете, на самом деле, ваша основная ошибка, это в том, что вы говорите о себе, что начнете новую жизнь завтра. При этом, если вы решаете начинать новую жизнь, если вы знаете, что вам это нужно делать, то начинать ее нужно не завтра. Начинать ее нужно не через какое-то время, начинать ее нужно сразу, как только вы это поняли, как только вы решили, увидели, что вам как бы пора, что вам нужно это делать. Вот лучше и надо сразу начинать делать это. Понимаете? То есть, ваша основная ошибка заключается в том, что вы откладываете начало своей новой жизни. Возникает вопрос. Ну вот хорошо, вы хотите начать новую жизнь. Вы даже говорите себе о том, что сделаете, ну, говорите, что начну новую жизнь завтра и так далее. То есть, вы чувствуете, что вам это нужно, вы чувствуете, что хотите этого, вы чувствуете, что, ну, наверное, нужно это сделать, раз вы говорите себе об этом. Вот. Но, стекает вопрос, который, на мой взгляд, является очень важным. Ведь, если вы просыпаетесь утром не хотя, значит, у вас есть апатия. Если у вас есть апатия, значит, апатия – это следствие определенных проблем у вас. То есть, когда вы пишите, что я просыпаюсь нехотя и ничего не делаю, мне лень что-то поменять, хотя в глубине души я начинаю реализовываться, да. Если вы чувствуете, что вам лень в глубине души, значит, есть некий конфликт. Некий конфликт как внутри вас, так и существует еще некоторая проблема. На мой взгляд, эта проблема заключается в том, что вы по какой-то причине в себе не верите, что вы по какой-то причине в себе засомневаетесь. Если честно, я думаю, я думаю, что начинать нужно не с того, чтобы именно, знаете, сразу помочь вам решить вот эту проблему. Я думаю, что начинать нужно с того, чтобы определить причину, по которой у вас есть вот это вот переживание на данный момент. То есть, откуда у вас это переживание? Откуда у вас возникло вот это состояние, из-за которого вы встаете утром и вам ничего не хочется делать? Это явное противоречие. Это явный конфликт. Это явный, как бы, конфликт между тем, чего вы хотите для себя и тем, что есть. А также это явный конфликт социальных ролей. То есть, вы явно не удовлетворены своими социальными ролями. Вы явно чувствуете, что хотите больше. Но вот средств для того, чтобы поменять эти вещи, средств для того, чтобы изменить себя, например, изменить свою жизнь, вы не видите. И поэтому, по моему мнению, даже если вы реально начнете что-то делать, это будет постоянная борьба. Это будет постоянная борьба и преодолевание, преодоление, постоянное преодоление неких моментов, связанных с тем, что вы, ну, собственно, не верите в себе, сомневаетесь в себе и так далее. То есть, сначала нужно разрешить этот конфликт. Что потом? Что дальше делать? Дальше, после разрешения ваших внутренних конфликтов, по моему мнению, вам стоит подумать, чем ситуация, которая сейчас у вас, для вас удобна, выгодна, чем она для вас интересна, чем она для вас привлекательна. Потому что, видите ли, я думаю, что если бы вы хотели бы действительно что-то поменять, если бы у вас ситуация и положение, в котором вы оказались, не устраивало бы действительно по-настоящему, то вы бы уже давно что-то поменяли. Но поскольку этого не происходит, я могу сделать вывод, что вас ситуация где-то как-то в глубине души скорее всего устраивает. Ситуация вас устраивает, а если она вас устраивает, то значит у вас нет достаточной мотивации для того, чтобы что-то менять в себе, чтобы что-то делать, чтобы как-то реально менять свою жизнь. И тогда мы с вами скажем следующее. Что если нет мотивации менять что-то, потому что ситуация устраивает чем-то, чего вы может быть даже и не осознаете для себя до конца, то нужно понять, что вы получаете в этой ситуации находясь. Ну и не понять, что вы получаете для себя в ней ситуации, в которой вы находитесь сейчас, что она вам дает. И постараться лишить себя этого. И вот тогда, когда вы уберете то, что вы получаете в результате пребывания, нахождения в этой ситуации, вот тогда появятся реальные шансы на то, чтобы вам что-то наконец в своей жизни менять. А пока, пока у вас все хорошо, пока вам все устраивает, вряд ли вы будете что-то менять. Давайте все-таки постараемся быть честными и отдавать себе отчет в том, что для любого действия, для любого изменения поведения, нужна мотивация и нужна с нему. Если и мотивации, и стимула нет, то, соответственно, невозможно что-либо изменить в своей жизни. Далее хочется сказать так, вот вы говорите, у меня души, я начинаю самореализовываться, саморазвиваться, заниматься собой, спортом, выучить языки, начать ходить, играть на гитаре и так далее. То есть вот как-то все-то очень много прям всяких желаний, у вас как-то прям очень много всяких вот потребностей наблюдается. То есть очень много всего вы хотите, очень много как-то вы всего прямо желаете, у вас как-то, когда очень много больших желаний, вы много желаний, вы ставите эти желания, вероятно, знаете как, вы ставите перед собой достаточно сложную задачу. Вы ставите перед собой достаточно неподъемную задачу, потому что, ну, человек не может вот так взять и сразу все свои желания реализовать. У меня такое ощущение складывается, что вот все из того, что вы перечислили, это, знаете, ну, не совсем ваше. Все, что вы перечислили, это не совсем то, что вы хотите. Вы скорее делаете это, потому что вам так вот хочется. Ну, посчитали вы, что так нужно, посчитали вы, что так правильно, посчитали вы, что так вам необходимо. И все. Но при этом вопрос, так ли это вам нужно, для чего вам, для чего вам это нужно и так далее, вот этот вопрос, кстати, не очень понятен. И, вы знаете, я бы на вашем месте сделал бы следующее. Я бы немножечко снизил первоначальное количество ваших желаний. Что это значит? Что это значит? Снизить первоначальное количество ваших желаний. Я бы сосредоточился на чем-то одном. Понимаете, у вас желания слишком разбросаны. Вы говорите, начать самореализовываться. Что это такое? Что значит самореализация? Как вы это понимаете? Не очень понятно. И я, к сожалению, имею все основания думать, что вы сами для себя это так же понимаете довольно, ну, тоже довольно посредственно. Потому что самореализация, саморазвитие, кстати, тоже нужно уточнить, что это такое. Что такое самореализация, по вашему мнению. И что такое саморазвитие, тоже по вашему мнению. Так вот, у меня есть основания положить, что вы сами для себя этого до конца не знаете. Вы не отдаете себе отчета, что такое самореализация, саморазвитие и так далее. То есть, вы знаете эти слова. Вы знаете, что эти слова значат. Вы знаете, что эти слова, ну, они хорошие, они сейчас модные. Сейчас модно говорить слова самореализация, саморазвитие и так далее. Сейчас это все очень модно. Но люди не знают, что это такое. И самое, что опасное, на мой взгляд, это то, что когда человек, когда люди говорят о саморазвитии, когда люди говорят о самореализации, они обязательно ставят некий эталон подобных вещей. Некий эталон подобных вещей, при этом не отдавая себе отсчета в том, что это за эталон. Не понимая, что эталона как такового нет. Эталона нет. А его, в принципе, быть не может. Эталон саморазвития и самореализации. Каждый человек, каждый человек понимает это по-своему. И очень плохо, что вы ставите себе целью то, что является, по сути дела, формой. То, что вы говорите, то, что вы описываете, это суть. Форма – это не саму цель. Это именно форма. То есть вы ставите целью форму для чего? А это потому, что это ваша больная тема. Ну, имеется в виду больная тема, я имею в виду самореализацию. То есть у вас есть проблемы с проксидацией, да, то есть вы проксинируете достаточно много. Вот. И это как бы оборотная сторона этого. Это и есть самореализация. Вы хотите эту самореализацию. Вы хотите, чтобы она у вас была. Вам нужна самореализация. И вы к этому стремитесь, не понимая при этом, что самореализация – это является, еще раз повторим, это является именно, как бы, форма. Самореализация – это форма того, что делает человек. Так же, как и саморазмитие – это форма. Но вы не обрекаете в эту форму какие-то конкретные средства, какие-то конкретные формы поведения, какие-то конкретные элементы действия, элементы поведения и так далее. Вы этого всего не делаете. И вы не скажете вопрос тогда. А может быть, вы просто не очень хорошо понимаете, что это такое, может быть, вы не очень хорошо отдаете себе отсчет в том, что есть, что значит самореализация и саморазмитие. Но тогда нужно говорить о том, что вы под этим понимаете. Тогда нужно говорить о том, что вы конкретно можете для этого сделать. Но поймите, то, что вы называете слишком отвлеченные, слишком отдаленные, как бы, слишком отстраненные, я бы сказал, термины, которые, вообще-то говоря, не несут в себе никакого семантического смысла. А семантический смысл, он очень важен, потому что без семантического смысла невозможно понимать, к чему вы стремитесь, к чему вы хотите. Возможно, в этом тоже кроется одна из ваших проблем, что вы ставите себе слишком какие-то такие завышенные, отстраненные цели. А в действительности этого делать не нужно, в действительности вам нужно довольно приземленные цели ставить, вам нужно просто отдавать себе отсчетом, чего вы хотите, что вам нужно и так далее. То есть, просто, а вы думаете о таких, например, вещах, и из-за этого, естественно, вам тяжело, из-за этого, как бы, вы чувствуете, что то, чего вы хотите, опас, очень далеко. И это нормально. Ваши задачи, ваши цели, их нужно делать более, такими, знаете, более приближенными к вам, вот скажем так. Более приближенные цели нужны вам для того, чтобы их реально достичь. А там уже появятся и планы, четкое понимание того, что вам нужно делать и так далее. Если мы говорим о процинации, если вдруг мы говорим о процинировании, то это уже волевая регуляция. И волевая регуляция – это то, с чем нужно работать отдельно. То есть, я не стал бы сейчас об этом говорить. Итак, довольно много было сказано уже, и не хотелось бы еще этим вас загружать, этой информацией вас еще загружать. Поэтому, пока что я думаю так, пока вам нужно подумать, для чего вот это вот все, с чего вы хотите. То есть, вашими это все или нет. Вот у меня сложилось ощущение, что это не совсем ваше. У меня сложилось ощущение, что это, ну, своего рода навязанное извне кому-то, вот, потому что вам как-то нужно, потому что вы считаете, что это необходимо. Вот. Но в действительности, да. Кому необходимо? Может быть, вам и лень, потому что вы чувствуете подознательно, что этого вам не добиться. Может быть, вам и лень, потому что вы подознательно понимаете, что реализовать все, что вы хотите, это сложно очень. Ну, и тогда ничего удивительного, что вы практинируете. Вы себя, по сути, защищаете таким образом. Вы защищаете себя от возможных неудач. И это совершенно нормально. Нормально защищать себя от неудач. Нормально защищать себя от того, что является для вас, ну, заведомо проигрышным. Понимаете? Ага. Попробуйте. Просто постарайтесь сделать эту задачу более доступной. И кто знает, что у вас тогда поменяется. Может быть, вы станете куда более активным выполнять, если у вас появится четкое представление о том, что нужно сделать. Кроме того, кроме того, момент ведь еще такой, что ведь, знаете, есть ложные желания, навязанные из них, а есть ваши. И вот вам нужно определить, что из этого важно. Хотите вы саморазвиваться? Да. Как? Хотите вы самореализоваться? Да. Как? Вам необходима конкретизация того, что вы делаете. И тогда, я думаю, вам будет куда больше успехов в том, что вы хотите. Но для начала нужно разрешить те проблемы, о которых я уже сказал. Без этого не имеет смысла вам предаться себя побаровать, если конечный вопрос не заключается в вашем здоровье, как сказала одна из моих коллег. Поэтому на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи!